Доброе утро, можно сказать добрый день в общем друзья мы вышли погулять на улицу и хотим проехаться в одно место ну а куда мы вам потом покажем где мы будем путешествовать да ну вы поняли может быть из названия но в общем я думаю все все хорошо у нас пока такая погодка еще позволяет хотим съездить посмотреть погулять и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, мы едем сейчас в город Стаханов Этот город назвали в честь рабочего человека, в честь шахтера, зачинателя Стахановского движения в СССР, героя социалистического труда Алексея Григорьевича Стаханова Город был основан в 1814 году, хотя история первых поселений на месте современного Стаханова уходит корнями еще далеко в 17-е столетие Но я не буду вдаваться во все исторические факты, расскажу так вкратце Вкратце, именно в это время на пути Запорожье на Дон казаки основывали здесь зимовники Первым таким зимовником стал Оврах Каменный в 1696 году Сейчас это территория Брянки, а ранее входила в состав Стаханова В середине 19 века здесь начали добывать уголь И в связи с этим создавались акционерные общества по добыче угля Одно из таких обществ создал сахарозаводчик Шубин Шахтерский поселок, выросший вокруг шахт, он назвал в честь своего сына Кадия В 1998 году название Кадьевка впервые упоминается в официальном документе Этот город назывался Кадьевка Я помню с детства, что мы ездили еще в Кадьевку В 1937 году партия решила переименовать город, названный в честь сына помещика И городу присвоили имя Серго в честь революционера и государственного деятеля Серго Орджоникидзе Но под такой вывеской город прожил недолго И в 1940 году ему вернули прежнее имя Кадьевка А в 1978 году шахтерский город в сердце Донбасса получил имя Алексея Стаханова Алексей Стаханов это уроженец Луговой Орловской губернии В 1927 году приехал на Донбасс и начал работать на шахте Центральная Ирмина Поселок Ирмина В ночь с 30 на 31 августа 1935 года спустился в шахту и установил рекорд по добыче угля за одну смену Алексей нарубил за смену 102 тонны, что стало абсолютным рекордом Смена длилась 5 часов 45 минут, ему помогали два крепильщика Это стало началом целого движения в Советском Союзе по переполнению норм А фотография Алексея Стаханова была размещена на обложке журнала Time В 1977 году Алексей Стаханов умер и похоронен в донбасском городе Торез 15 февраля 1978 года город Кадевку переименовали в Стаханов Это единственный город на политической карте мира, названный в честь рабочего У входа в городской парк стоит памятник великому земляку В настоящее время город Стаханов находится в Луганской Народной Республике И является городом республиканского подчинения Численность населения города Стаханова, согласно данных статистики, на 2019 год составляет 76 546 жителей В городе есть несколько крупных градообразующих заводов Это Стахановский завод ферросплавов, вагоностроительный завод техуглерода Город занимает территорию 91,81 квадратных километра Основными отраслями были, конечно же, угольная, машиностроительная, металлургическая, химическая, пищевая и легкая промышленность В 1985 году за успехи, достигнутые в промышленном и культурном строительстве город Стаханов награжден Орденом Трудового Красного Знамени ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, ну как вы поняли, мы в Стаханов приехали Утром было чуть прохладнее, сейчас прям погодка так хорошая становится Вот мы хотим проехать, покататься к центру, прогуляемся, где горесполком Там чуть-чуть Ну а здесь вот над трассой магазинчики, здесь центральный рынок Ну по рынку мы не пойдем Мы туда сейчас опустимся и прогуляемся Красивый центр покажем вам Вот, друзья, где цивилизация А вы говорите, нет ни людей, никого Гляньте, и машин сколько Некуда даже припарковаться И людей Ну это уже сейчас 12-й час Уже, в принципе, рынок закрывается Здесь только продуктовая Так уже начинают собираться Ну А с утра здесь людей Очень много Вот вы просили людей Мы решили вам показать Друзья, ну Вышли мы из рынка Уже по рынку не снимали Вот за зданием автостанция находится А вниз Горисполком Дворец культуры будет В общем, опустимся сейчас вниз Смотрю, здесь тоже везде Дорогу сделали Новую Такой асфальт Хорошо, тут с бугорочком Можно одной рукой держать И снимать Домики такие двухэтажные А то дальше, не знаю Может, школа какая-то Рассказать про стаханов Я вам ничего не смогу Потому что я не знаю Что это за здание Вот Вон типография написана Я сюда В аптеку приезжала Счетчик водяной сдавала Здесь комиссионка была Я тоже сдавала О, гляньте, какие домики Тут уже развалившееся Что-то Ну, в стаханове Видите, как-то Не, ну, у нас в Брянке Где рынок Центр тоже Люди, машины Но здесь все-таки Это город Покрупнее И Побольше Да, здесь Днем людей Ну, а здесь и парк Красивый Ну, сейчас туда Мы не поедем Потому что Все аттракционы закрыты Там, ну, может быть Кто-то с колясками гуляют С детьми А так Ну, техника тоже стоит Вон тротуарчики Тоже делают И земелькой засыпают Так что Ой Машина едет пропустить Все Не, ну, летом красиво Оно в любом городе Когда зелень Цветы Сейчас Вот на следующее лето Будут здесь вообще классно Я думаю Вот эти клумбы Все Засадят тоже цветами Вот она аптека Эту аптеку Все, наверное, знают Она как раз На углу находится Вот там вниз Вот это вот Горисполком Белое здание Только он Это Вход Ну, вид сзади Мы сейчас объедем Наперед И Покажем вам А тут песочек Насыпан Наверное, будут Плиточку Выкладывать Доска почета Здесь Старый город Вниз туда идут Да Там раньше Спорт-товары Тоже много Майазинчиков были Мы как приезжали С мамой Да Как-то Сюда вниз ходили Здесь С двух сторон Были разные Магазины И книжные Вот это Учебники Покупали Тетрадки Вот тоже Еще стекла Не поменяли А Заезд Вон Сделали Только не знаю Что это за здание Наверное Какое-то Это Государственное Наверное Овечный огонь Тоже Так Мы прямо Объедем Покажем Да Потом Наверх Поднимемся Или сейчас Это на асфальт Нужно выезжать Или сюда Проедем Вот так Кругом Наверное Да Но мы там Вокруг Объедем Так А здесь Да Сейчас А здесь раньше Стояли эти Такие стенды И там Погибшие были Они А Перенесли Наверное Да А Там были Да Видите Я уже давно Не была Ну Вот это Вот Вид Спереди Рисполкома А я сейчас Опущусь Ну Тут Видите Можно По асфальту Проехать Можно Стигнуть Тут Единственное Вот Две Ступенечки Ну Да Тоже Елочки Везде Церковь А я Даже Не помню Здесь По-моему Ее Не было Раньше Нет Ее Точно Здесь Не было Там Ниже Кинотеатр Мир И он Два раза Это Был В пожаре Травку Наверное Посеяли Здесь Похоронены Партизаны Великой Отечественной Войны Павшие Смертью Храбрых В боях За родину 42 43 Годах Вот здесь Варисполком У них Заезд Даже Сделан А здесь Наверное Будут Ремонтировать Здесь Такие Плиты Лежали Поснимали Будут Все Переделывать Там Дворец Дворец Ездили на елку Ага Вот План Объект Паспорта Объект Паспорта Паспорт Объекта Простите Заплетак мы продолжаем вот да видите окончание строительства декабрь 23 года ну не знаю не знаю на принципе что тут положить то плиточку заезут ну а там кто знает ну вот заезды с двух сторон если человек хочет вот так на коляске заехать у нас там с черного хода можно ну на первый этаж заехать а наверх уже не поднимешься ну такое большое здание ведь она соединена хорошо это это торчит как ее ракета или как снаряд какой-то да это надо память как прилетела не взорвалась наверное разобрали а сама это осталось да вот сейчас как бы тихо но все это напоминает и в новости смотришь что у нас потише стало а в других районах конечно шумно погибают люди тут остановка почта перекресток такой раньше здесь ездить нельзя было запрещено на площадь машина не заезжали а сейчас вы кажется дождь собирается муж капюшон накинуть не но я надеюсь он не пойдет да не надо нам дождя здесь тоже все будут делать асфальт вот новый положили ай все равно тяжело теперь сбора ехать с одной рукой вот такой большой стаханове дворец культуры тоже я не буду сзади обходить только и спереди так а мы хотели тут проехать а тут все снято но может и проедем это вот дорога пошла в парк тут метров пятьсот на рада и как раз парк будет бассейн вот рядышком недалеко не помню вот это по-моему был детский мир сейчас не знаю что это фонтанчики фонтанчики будут проедем наверное здесь дадим я думаю тут грязи нет проедем тут по-моему недавно и делали да нужно сколько лет прошло какую-то плиточку тут ложили но все опять тесали и будут значит все выкладывать заново а вот здание как раз видите шпиль и часы это жилой дом дедушка ленин нам рукой машет проезжайте проезжайте скоро здесь будет красота фонтанчики тут сбоку этого здания это там музей музей города наверное а вот сюда перенесли герои погибшие герои ополчения но они сделали такую видите как эту стеллу я не знаю из-за гранита или с чего это здесь выложены а здесь все еще будут делать это бмп это только в четырнадцатом году которые погибли и вспоминаешь и вздрагиваешь будет продолжение видите эти железные конструкции значит будут продолжение конечно я думаю что тут подпортили чем-то ехали переделают конечно все вон кинотеатр мир наверно не работает конечно он тоже какое здание видите такой с макушечкой что-то солнышко светило было жарко и что-то попрохладнело ах ты кто это все замечал раньше не обращали на это внимание друзья надо уже мотать домой гляньте как там темно вообще потемнело такое чувство что сейчас снег пойдет здесь еще голубое небо и солнышко а оттуда прям идет такая туча я вам сейчас немножечко еще покажу вот я говорила вот этот дворец я уже диму не везу здесь музей а вот видите бордюры будут ложить и вот такие будут плиточки выкладывать вот вот у нас музей городской историко-художественный музей города Стаханово памятный знак установлен в честь столетия образования союза советских социалистических республик так может кому-то надо музей работает с восьми до пяти для посетителей с десяти до четырех перерыв с двенадцати до тринадцати выходной воскресенье понедельник еле красивые дворец какой длинный центр молодежи ну и у нас памятник горького вон тоже там фонтанчик вот этот Максим горький да вот видите там по обе стороны были магазинчики сейчас я не знаю работает что-то что-то не работает ну в общем что собачки та и кинотеатр не работает да разбитый его и прилетало и горел в общем в общем в общем вот так часы не работает потому что показывает пол седьмого он он Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...